Здравствуйте! С вами художник и иллюстратор Елена Горюнова. И сегодня для компании Скетчмаркер я хотела показать вам различные возможности техники рисования спиртовыми маркерами. Они работают для маркеров любых фирм, но покажу на примере именно палитры Скетчмаркер. Первое, что чаще всего мы используем для того, чтобы показать объемные предметы, это заливка градиентом. Когда мы используем принцип работы влажными чернилами, пока чернила влажные, надо это учитывать. Во-первых, они немножко темнее, вот тот же цвет сейчас я использую, и выглядит он немножко по-другому, чем тот, который выглядит уже высохшим. Если по влажным чернилам мы насыщаем наш объемный предмет, я показываю на шаре, то эта часть будет темнее, а когда высохнет, центральная часть останется с бликом. Причем не будет полоски по краю, будет такой красивый плавный градиент, как в акварели. Это можно использовать в самых разных, в принципе, объектах. Это может быть части тела, это может быть одежда. Причем, ну, часто новички портят свой рисунок тем, что пытаются усилить этот эффект. И по сухим слоям чернил пытаются нарисовать еще раз. То есть уже не получится, уже будет полоса. В принципе, могу здесь продемонстрировать. Вот если сейчас здесь я нарисую затемнение, вот сейчас она высохнет, и останется радиальный такой вот кружочек. Уже будет просто видно бортик. Это один из приемов. Следующий прием, который я хотела показать, и это у нас насыщение цвета слоями. Тоже, ну, в принципе, конечно, это одно из первых. То, что мы понимаем, когда начинаем рисовать маркерами, что если мы дважды или трижды провели по одному и тому же месту, чаще всего чернила ведут себя предсказуемо. То есть у нас затемняется наш участок, который мы покрываем. Это можно использовать, когда цвет очень нравится по оттенку, но хочется усилить, чтобы он был гораздо темнее. То есть вот здесь я показываю на примере серого. Для меня он такой серо-лиловый, серо-сиреневый. В один слой это достаточно светлый оттенок. И прямо идет тональная шкала. Два, три, четыре, пять слоев. Но, обратите внимание, на пятом варианте у нас, во-первых, уже плывет контур. Очень сложно удержать насыщение чернил. Это в любом случае влага. Она распространяется в волокнах бумаги. Поэтому у нас чаще всего контур не сохранится. Тоже это надо учитывать, если мы рисуем, например, лицо. Ну, например, накладываем румяна. Вот. Дальше у каждого цвета есть своя граница. То есть очень часто вижу такой момент, когда человек выбрал цвет, начинает насыщать предметы слоями. Видно, что уже цвет не темнеет, он достиг своего предела. Продолжаем, продолжаем насыщать. Вы только потратите чернила. На самом деле не получится сделать выше какой-то отметки. Поэтому для себя, если увидели, что цвет достиг своей насыщенности, вот, для этого цвета, например, оттенок оранжевого будет вот такой. Здесь чернила уже подсохли. Видно кольцо. Это уже совершенно не тот акварельный эффект, который мы видим здесь. Ну, просто персик. Итак, следующий эффект, который я хотела бы показать, это использование более светлого цвета на очень темном. Например, это можно использовать в городских зарисовках, когда мы хотим показать затемненную нижнюю часть кустарников или деревьев. Можно использовать черный, графитовый цвет. И центральную часть подсветить изнутри ярким зеленым. Более светлый маркер работает как блендер. Он съедает частично черный пигмент, оставляет такую крошку, и получается очень интересный эффект. То есть мы просто видим, как листва светятся сквозь тень. Можно использовать в самых разных случаях. Когда мы рисуем, мы всегда немножко экспериментируем. Вот рядом я привела пример, когда у нас на пурпурном оттенке мы используем голубой. Вот он уже смотрится более грязно. Здесь получается, что пигмент розового и голубого смешался, появились границы. То есть вот этот эффект мне нравится больше. Всегда смотрим рядом, берем дополнительный кусочек бумаги, посмотрели, нравится нам такой эффект, не нравится. Некоторые вещи мы находим непредсказуемо. Следующий эффект, тоже очень интересный. В свое время мне требовалось в иллюстрации кукли нарисовать свитер. Очень не хотелось делать объемными все петли, которые были на свитере. И я нашла такой интересный эффект. Когда мы рисуем по высохшему первому слою, используем, рисуем уже второй слой, рисуем фактуру. Работает самыми разными, на самом деле, ситуациями. Вот сейчас цвет подсохнет, и сверху можно будет рисовать все, что угодно. Хоть петли, хоть, ну, может быть, фактура какая-то ворсистая. Смотрится всегда очень интересно. То есть вот здесь дополнительный оттенок я взяла, серо-сиреневый. Тоже видно, что остается такой интересный эффект. В принципе, время высыхания маркеров разное. Скетч маркер высыхает не слишком быстро, и это хорошо. Потому что можно успеть, пока маркер влажный, чернила на бумаге влажные, можно успеть добавить другие оттенки, поработать блендером. Это, на самом деле, очень удобно. Практически высох. Первый слой. Можно добавить вторым слоем, тем же цветом. На самых разных оттенках работает по-разному, потому что здесь еще играет от того, насколько оттенок светлый или темный. Поэтому можно тоже экспериментировать. Итак, следующий эффект, который я хочу показать, это каким образом в спиртовых маркерах работает акварельность или полупрозрачность оттенков. На самом деле спиртовые маркеры нельзя сравнивать с фломастерами. Очень часто я слышу, что это какие-то новомодные фломастеры. Это совершенно другой инструмент. Не работает он очень интересно. То есть мы можем увидеть, если мы используем один цвет, используя сверху другой, можно получить или интересный какой-либо оттенок новый совершенно, или же добиться затемнения цвета, но оставить, как мы говорили, такой очень интересный подтон. То есть у нас получается, что снизу продолжает светиться голубой оттенок, но он затемнен сверху серым. Я выбрала самые интересные варианты, которые у меня получились с бирюзовым пастельным. Очень мне нравится использовать такие варианты. На ярко-красном, даже больше малиновым. Конечно же, хорошо выглядит разбавление желтым или золотым, потому что это получается у нас такой фантастический оранжевый. Тоже очень интересный, с крапинками. Ну, эффекта кракелюра, конечно, нет, но выглядит просто необычно. Иногда в какой-то работе это может смотреться очень даже интересно. Здесь вот могу показать вариант, когда мы используем голубой и пурпурный. Получается очень бархатистая основа, то есть это можно использовать, когда мы рисуем как раз, ну, может быть, плюшевое кресло, какой-то материал. То есть здесь уже смотрим на то, что мы рисуем, и используем такие варианты. В оттенках красного очень часто в портретном скетчинге я использую затемнение коричневатыми оттенками. Ну, получается просто очень плавный переход в объем, очень красиво смотрится, то есть не обязательно использовать серый, близкие оттенки, красный, коричневый. И последний прием, который я хотела показать, это работа от светлого к темному. На самом деле рекомендую, даже если вы не стремитесь сделать идеальную градиентную работу, то есть чтобы не было видно вообще никаких полосок, никаких переходов, просто даже если вы начинаете работу над иллюстрацией, работайте от светлого. Таким образом вы просто не испортите слишком темными кусками свою работу. Очень часто бывает, что просто пересемняют. Хотела показать, у меня архитектурный сет, здесь нет как таковых телесных оттенков, но есть приближенные, бежеватые, кремовые. Очень хорошо чернила расплываются, создавая общее пятно. Здесь вот этот прием показан, здесь уже с темным посложнее делать такую растяжку. Я уже говорила, что мало работаю блендером, можно делать растяжку с помощью его, но блендер я чаще использую для того, чтобы исправить какие-то ошибки. И еще раз покажу, если мы залезли за контур, может быть рисовали волосы, все что угодно. И нам надо исправить эту ошибку, то можно более светлым цветом пройтись сверху. И чернила более светлого маркера просто съедят ненужный кусочек, как мы здесь видим, красновато-кирпичного. Вполне можно использовать. Часто бывает, что контур лица, как бы мы не старались быть аккуратными, но иногда поставили неправильно перо или рисовали слишком быстро, такие ошибки очень легко удаляются. Здесь я показала растяжку, которая есть в моей палитре. Очень приятные оттенки. Вот они находятся друг на другу. Более затемненный получился цвет на границе темных-коричневых. Причем эффект от цветного к темному мы можем видеть и как на одном цвете, так и на палитре близких друг к другу цветов. В принципе, это все, что я хотела рассказать о возможностях работы спиртовыми маркерами. Экспериментируйте и рисуйте чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова